Реки с Россией. Мы еще тогда, когда 470 лет назад присоединились добровольно к России. И тут же парадокс. Отмечает 200-летие Кавказской войны. То есть, Кабар... Да, вот здесь, ладно. Ну, не с ураза получается. Во всяком случае, Кабар действительно была Кавказская война, но там в основном участвовали, их уже многих поколений этих народных сил нет. Шапсуги, адыгейцы, чеченцы, дагестанцы. Кабарда как раз, она же присоединилась 400 лет назад, как могла Кабарда воевать со своей государством, с Россией. Они же не участвовали, именно кабардинцы. В Кавказской войне. В Кавказской войне действительно участвуют адыги. Шапсуги, абазехи, абазинцы. Вот при Черноморье там. Вот Сочи, вот это все. Кабардинка до сих пор целого сохранилась на Черноморье. Сочи тоже кабардинка, адыгские названия. Ну, это адыгейцы, черкесы. А кабардинцам как раз за то, что они лояльнее были к России, за то, что добровольно присоединились, выделили лучшие земли. Они там меньше света тогда были, а потом они стали. Они на стороне царя военного. У них же генералы, кабардинские из Молок Кабарды. Черкесов, Черкасов. Генерал Черкасов. Он воевал против своих. Мама Александра III, или Николай I, по-моему, когда война была, принесли ему, значит, в Зольском районе, там Каменоморское, село большое такое. И ему на почту привезти, чтобы наградили этого генерала Черкасского, который, говорит, проявил смелость. Ночью внезапно с трехсот садниками, с факелами напал на большое это село, сжег до тла все село. И проявил находчивость, героизм, представить награде. И даже царь отодвинул, говорит, оно, конечно, героизм, наверное, смелость проявил. Но человек, который против своего народа такую жестокость проявил, против своих, я, говорит, не могу его наградить, и отказался. Даже он, по-моему, один из черкасских генералиссимуса дали, царской армии, они генерал царской армии. Потому что они воевали на стороне царя. Именно вот эта территория Кабардинская. Ну, они тоже приписались теперь к этой кавказской армии. Логика тогда, убери, 400 лет назад добровольно присоединились, а 200 лет назад воевали с Россией. То есть со своим государством. Куда добровольно вошли. Это не суразцы. А дегиопозиций многих потопили в Черном море. Им обещали, царские, сжигали их передома, переселять в Турцию. Копили корабли во время перевозки. А эти как раз кавказской армии, хорошо кавказской армии, договорились с Россией. Мы думаем, они правильно выиграли. И стали воевать. И выделили к лезям лучшие земли, вот эти территории, где сейчас правдивные, много благородные земли. Продолжение следует...